Добрый вечер! Добрый вечер! Что намерено предпринять правительство и насколько соответствует действительности заявление вице-премьера Андрея Спыну, что ситуация находится под полным контролем правительства? Вот что заявил сам Андрей Спыну на сегодняшнем брифинге. Молдова-газ рассматривает возможность повышения тарифа, а правительство – возможности дополнительных компенсаций населению. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции вице-премьер Андрей Спыну. Это связано с тем, что закупочная цена в январе выросла от 450 до 650 долларов за 1000 кубометров. А Молдова-газ необходимо найти деньги на оплату газа «Газпрому» авансом за январь. Молдова-газ рассматривает и варианты дополнительного повышения тарифа. Это обеспечит текущие платежи за газ. Правительство анализирует варианты дополнительной поддержки населения в зависимости от динамики цен на европейском рынке. Новый тариф вступит в силу не раньше, чем с февраля. Кроме того, министр рассказал, что обсудил 10 января с главой «Газпрома» Алексеем Миллером варианты отсрочки выплаты аванса за текущие поставки газа в январе. Это связано с тем, что по прогнозам Молдова-газ компании пока не хватает 25 миллионов евро для оплаты поставок за январь, которые необходимо оплатить 20 января. Спыну подчеркнул, что Молдова-газ до конца текущей недели оплатит потребленный в декабре газ. С этим проблем нет. Сегодня мы после брифинга вице-премьера Андрея Спыну увидели многочисленные, скажем так, негативные реакции на его заявление и рост цен. Каждая группа, эксперты, политические партии внепарламентские, это подражание объясняют по-своему, обвиняя в этом правительство. Все-таки давайте разберемся, в чем тут дело и насколько драматична ситуация с ростом цен. Для начала отмечу, что вице-премьер слегка погорячился, когда сказал, что ситуация находится под полным контролем правительства, поскольку цена на газ не может находиться под контролем правительства. Это не наша цена. По цене на газ мы выступаем по отношению к Газпрому в качестве получателя цены, поэтому это внешний экзогенный фактор. Ну вот это в качестве реплики на ваше вступительное слово. Он имел ввиду о том, что все-таки правительство будет все делать для того, чтобы выделить надлежащие компенсации или повысить компенсации для тех, которые нуждаются в этом. Это я понял. Итак, закупочная цена поднялась по отношению к декабрю практически на 200 долларов, 647-646 сейчас, 650 в среднем. Во-первых, этому пункту надо ответить тем, которые утверждали, что в декабре была цена 550. Вот вице-премьер сказал, что нет, в декабре у нас была та же цена. Это, значит, платежки за декабрь в принципе не отличаются от предыдущих ноябрьских платежек. А если отличаются, то исключительно по объему потребления газа, а цена в ней, соответственно, для потребителя та же самая. В январе цена выросла, это уже свершившийся факт, закупочная цена. И вице-премьер здесь сказал вот эту интересную вещь, он еще там детализировал. Он сказал, что мы подождем до 20 января, когда будет понятно, куда движется цена на мировых рынках. И вот тогда уже решим, поднимать ли тариф на газ в платежке. То есть в худшем случае поднятие цены произойдет начиная с февраля. А с февраля уже, как говорится, не так долго до весны. И даже если я хочу здесь, да, совершенно четко разграничить, поскольку я видел это даже в заявлениях лидеров, так сказать, партий некоторых, которые утверждали, что тарифы у нас уже выросли, во-первых, не выросли тарифы ни на газ, ни на электричество. Это пункт первый. Тариф – это цена для потребителя, которая утверждается национальным агентством по регламентированию в энергетике. Значит, Молдова-ГАЗ может, так сказать, запрашивать национальное агентство о поднятии тарифа. Далее идет процедура, в которой агентство проверяет обоснованность поднятия этого тарифа именно на такую сумму, после чего уже утверждается вот этот тариф, который мы получим. Вот когда мы в феврале получим новый тариф, тогда будем обсуждать более подробно эту тему. Единственное, что еще внушает определенный оптимизм, это то, что вице-премьер сказал, что в любом случае поднятие тарифов будет компенсироваться населению. Каким образом это будет происходить и какова будет окончательная формула компенсации, мы увидим. Мы обсуждали тему компенсации и на прошлых наших передачах, и в частности я утверждал, что можно было бы придумать некую линию отсечения, при которой, скажем, те, у которых очень высокие доходы, не получали те же компенсации, как и те, которые получают, в частности, наиболее бедные. Это позволяло бы и сэкономить деньги для последующих компенсаций, для последующих месяцев, и определенную, так сказать, социальную справедливость или вот это равновесие соблюдать. Вот это основные пункты, которые заявил вице-премьер в своей пресс-конференции. То есть, повторяю еще раз, ничего драматического пока не произошло, платежки пока не изменились, тариф пока не изменился ни на газ, ни на электричество. Об электричестве мы, наверное, позже поговорим. Нет, платежки изменились, потому что цены за газ, вот сейчас люди получили за декабрь, достаточно высокие, практически в два раза. Например, лично я получила в два раза больше, чем... А вы смотрели, сравнивали тариф или нет? Надо смотреть объем потребления. Объем потребления. Все-таки в декабре мы потребляли гораздо больше газа, чем в ноябре. Это совершенно... Объем потребления, а тариф не был утвержден. Там были ошибки, значит, он не мог. Кому-то приписывали, да. Была ситуация, когда некоторые потребители получили другие объемы потребления, больше, чем реальные. Ну, грубо говоря, именно кинули. Накинули, то ли по ошибке, то ли с целью получить больше денег. Больше денег, чтобы рассчитывать. Иногда государство так поступало, то ли авансом собирали налоги, то ли... Но перерасчета не было. Они обещали перерасчет. Нет, они сделали заявление Молдова ГАЗ, что в случае получения... Обнаружения других объемов, да. Других объемов, значит, позвоните, и они выпишут другую платежку. Значит, я хочу только тут один момент по поводу этих тарифов. У нас тарифы не изменились. Да, изменила закупочная цена, но, значит, в феврале, в ситуации, если вдруг конъюнктура на рынках изменится и пойдет вниз цена на газ, то у нас закупочные цены могут понизиться. И тогда вопрос о тарифах может отпасть сам по себе. То есть это неоднозначно принятое решение, что тарифы будут меняться. То есть по всей вероятности, если тенденция роста цен будет продолжаться, тарифы будут повышаться. Повышаться. Если цены будут на международных рынках понижаться, спотовые цены, те цены, которые участвуют в формуле вычисления цены закупочной, то тарифы повышаться не будут. Я просто несколько ремарк по поводу определенной истерии, которая возникла в прессе, в социальных сетях, в обществе по поводу того, что вот что-то такое произошло, драматическое. Мы некоторые читаем, как можно было за два часа, там некоторые очень эмоциональные пользователи соцсетей пишут, за два часа добиться того, что цены изменились, что повысилось в два раза тарифы и так далее. То есть люди представляют ситуацию как катастрофическую и настаивают на том, что уже что-то случилось. Но вот ничего в общем пока не случилось. И это мне напоминает ситуацию с обсуждением реформы пенсионной. Ой, конец света. Почитаешь прессу, казалось, что все, вот конец всему. На самом деле, если разобраться спокойно, то выясняешь, что ничего, собственно, не произошло. Ситуация такая же, какая была в декабре. Единственная проблема, и эта проблема будет существовать и продолжаться столько времени, сколько будут определенные элементы непрозрачности во всей этой процедуре закупки газа. Это все-таки неизвестно обществу, неизвестна формула вычисления цены. То есть мы можем предполагать, что она такая или этакая, судя по определенным публикациям в российской прессе, но точно мы не знаем. И сегодня уже были какие-то комментарии, где показывали расчеты, которые как бы не коррелировали с заявлением вице-премьера. Не очень там сходились цифры. И вот столько времени, сколько обществу, экспертам, людям, которым этим интересуются, не будет понятно все-таки до конца, как формируется цена. Я не думаю, что это высшая математика. Я думаю, что если откроют формулу или откроют тот сегмент контракта, который касается формирования цены, условий оплаты, люди, значит, это внесет определенную ясность и успокоение в общество. И рано или поздно, я думаю, что надо будет добиться публикации этого договора. Потому что это будет преследовать критика, будет преследовать власть до тех пор, пока этот договор не будет опубликован. Насколько я поняла, что проблема в том, что, как нам говорил и господин Спыну, что именно не выдавать эту формулу, это была позиция и есть позиция Газпрома. Поэтому правительство сейчас в такой ситуации, что по обязательствам, которые она подписала, она не может эту формулу опубликовать, потому что настояла российская сторона, то есть Газпром. А с другой стороны, правительство сталкивается с тем, что общество негодует, потому что оно не понимает, и есть это нетранспарентность, и не понимает, как все-таки формируется эта цена на газ. И, если честно, я думаю, что еще долго будет, особенно когда будут эти платежки в феврале месяце, мы будем получать, это будет, мне кажется, еще больше. И люди так и не будут понимать, какова же все-таки эта формула, когда нам премьер-министр говорит, что все-таки за 450 закупали, но тем не менее цены растут. Вот в этом и проблема сейчас у правительства. Я позволю себе триггернуть в этой ситуации и сказать, что даже если правительство опубликует весь контракт, включая формулу, в данном случае я просто, чтобы оппонировать, не потому что. Я понимаю, когда 1 миллион граждан или 2 или 3 миллиона, у нас фактически все пользователи газа. Их это касается, опубликовать надо, но я хочу сказать обратную сторону. Тем более, что это их деньги, которые оплачивают. Когда его опубликуют, то 99,9% населения не смогут или вообще просто не прочтут ни контракт, ни собственно формулу. Это скорее представляет интерес, опять же, для тех, кто следит за перипетиями газового рынка и рассматривает разные политические еще подоплеки подо всем этим и так далее. То есть транспарентность действительно, когда это касается граждан, здесь, мне кажется, слабая позиция правительства, потому что... Ну вот я пользователь. Я ведь плачу, я хочу знать, за что я, собственно, плачу. Я думаю, когда она появится, успокоятся и эксперты, и лидеры мнения, и политических партий, которые уже сегодня кричат, что вот тарифы повысились и надо выводить людей на улицу, а тарифы при этом не повысились. То есть тарифы на электроэнергию. Далее, формула, когда появится. Я просто для примера хочу сказать, что, опять же, с вероятностью 99%, это будет та формула, которую опубликовал ИТАР ТАСС. Напомню, что это государственное агентство Российской Федерации. Там было написано 70% от нефтяной корзины и 30% от спота. Комментарии, на которые высылались и которые говорили о том, что она не соответствует по их расчетам, во-первых, они считали не от нефтяной корзины, а считали от барреля, какие-то свои расчеты делали. Они, понятно, не совпадали. Я не хочу сказать, что убедительно в этом смысле выступил вице-премьер. Вот здесь как раз надо было очень четко показать определенные цифры, которые, собственно, являются открытыми уже. Сколько это все? Я понятно, да? И все. Есть недовольство в обществе. Кто-то выходит на протесты. Есть просто какое-то безумство в социальных сетях. В экспертном сообществе поднимают вопрос. В связи с тем, что все-таки цены повысились закупочные, тариф повысился два с чем-то раза. Есть опасность того, что повысится. Значит, реакция на это должна быть какая-то, кроме одной пресс-конференции. Еще раз, тариф не повысился. Более того, ведь мы говорим, мы сейчас разговариваем не о правительстве Плохотнюка или о правительстве Дадона, которые плевать было на транспарентность в процессе принятия решений и так далее. Мы говорим о правительстве, которое пришло к власти на лозунги борьбы с коррупцией. А мы знаем, что отсутствие транспарентности, засекреченность каких-либо процессов, неясность в том, как тратятся народные публичные деньги, всегда дает почву для подозрений, что там воруют. Или кто-то нагревает на этом руки и так далее. Ведь это даже не намекает. Люди в открытую говоря не говорят, что это правда. Но я воспроизвожу то, о чем говорят люди. Что это какая-то схема. Что они не зря не хотят эту формулу опубликовать и так далее. Я почти уверен, что формула это 30% спотовые цены плюс 70% нефтяная корзина. И она там вычисляется, средний показатель вычисляется. Но для того, чтобы снять любые спекуляции по этому счету, эта форма должна в каком-то виде появиться. И пусть это будет слив, если нельзя. Но извините, что мы уже в открытую об этом говорим. Но есть люди, которые думают, как отреагировать на то, что происходит в обществе. Просто сказать, что, слушайте, вы все глупые. Вы, так сказать, разводите истерию на ровном месте, можно так сказать. Но снимет ли это проблему? Поэтому надо как-то, надо по-другому реагировать на эти вещи. Да, помня и имея в виду, что некоторые используют эту ситуацию для того, чтобы достигнуть определенных политических целей. Эта проблема еще в том, что... А почему бы эту формулу не опубликовать? Вот я не понимаю, почему настаивает все-таки Газпром о том, чтобы эту формулу не опубликовать. Они же не дали Молдове цену за газ, там, за 150 долларов, и чтобы никто не знал там в Европе, что, ребята, мы вам дали, поэтому формулу не выдавайте. То есть мы эту цену получили 450, вполне рыночная цена. То есть какие могут быть секреты и засекречивания каких-либо формул? Ну, потому что, кстати, они считают, что они нам дали, учитывая наш вес на международной арене и прочее. Дали еще хорошую цену. Дали хорошую цену. А Греции, например, странам сравнимым, в регионе, по различным показателям, они дали другую формулу. И тогда, я думаю, что это один из, так сказать, мотивов. В Греции 80% и 20%. Да, в том-то и вопрос. Русские, по всей вероятности, или Газпром, считают, что они нам дали хорошую формулу и льготную цену. Когда я тут хотел еще один момент. Вообще-то это молдавская сторона запросила. Хотел еще один момент. Когда мы слышим, что, а вот сербы, а вот Беларусь, а вот там еще кто-то, Армения и так далее. Ну, Армения, допустим, Беларусь, это один. Вот сербы, да? Они там 200 с чем-то получили. Венгры там 300. 270 на 6 месяцев. Ребят, ну давайте откровенно и сразу признаем, что и сербы, и венгры платят за это политическую цену. Конечно. Мы готовы политическую цену заплатить. Мы остаемся независимым, суверенным государством или превращаемся в Бессарабскую губернию. Ну, что мы будем за пальцем прятаться, так сказать, это совершенно очевидно. И мы решаем, допустим, Приднестровскую проблему так, как желает Москва и Тирасполь. Даем там, превращаемся в федерацию, даем какие-то полномочия, оставляем 14-ю армию как гарант независимости Приднестровья и соблюдения статуса и так далее. Ну, эти разговоры, уже устаешь от этого. А вот, смотрите, венгры как. Венгры это люди, люди Российской Федерации в Европейском Союзе. Сербы это традиционный союзники на Балканах. Совершенно верно. При этом Венгрия мафиозное государство. Немцы, вот немцы, да, ну мафиозное, не знаю, но немцы, да, они тоже меньше нас. Ну, послушайте, у немцев такое взаимодействие с Российской Федерацией. И какие объемы? Такие объемы, что им вообще еще в два раза цену повысить можно будет, и им и политически, и экономически это будет выгодно. Молдова, это единица несущественная, ни политически, ни экономически. Мы даже с геополитической точки зрения не так интересны никому, ни американцам, потому что НАТО доходит до крута, и этого достаточно, рахет улетает куда надо. Не нужна им наша территория. Россия тоже мы не нужны. Мы принципиально, так сказать, удержать какую-то подсоветскую территорию, это будем об этом говорить, там, в своем контроле. Вот когда мы говорим о том, что вот надо было как-то договариваться, а как, скажите, что продать? Как продаться так, чтобы нам дали 200 долларов за компонент? Нет, у меня есть предложение. Можно вступить быстренько в ОДКБ. В ОДКБ. В ОДКБ. В десантников российских прилавших. Нет, направить войска в Казахстан, пока еще не поздно, и получить цену, равную Армении. Нет, или вступить в ОДКБ, направить войска в... В войска в Казахстан. В предестройство. Да, или... Да. И сказать, ребята, спасите нас как-то от себя, вот есть эти там такие... Нет, так подумать, вот будь мы, мы в СНГ, а будь мы в ОДКБ, даже наше членство в СНГ не исключает такого развития событий, а будь мы в ОДКБ. Я утверждаю с очень высокой долей уверенности, что Плохотнюк до сих пор был бы во власти. Он бы обратился. Это абсолютно беспринципное, аполитичное существо, преследовавшее свои собственные интересы, просто обратился бы в ОДКБ и сказал бы, вот видите, вот Настасы, Санду, вся вот эта проплаченная вот эта вот... С Соросом. Да, Соросом, они покушаются на суверенитет Молдовы, на правительство и так далее. Мы бы тут имели российских, киргизских, таджикских, казахских десантников, и Плохотнюк до сих пор бы рулил бы в этой стране, понимаете? Казахстан это урок, вот мы, наверное, будем об этом говорить, но это очень фундаментальный урок для нас. То, что касается политической цене, о которой вы говорили, а у нас единственная политическая цена, это только Приднестровье, и что самое интересное, что именно те политические партии, которые до сих пор были у власти и выступали, дружно будучи у власти, о выводе российских войск и настаивали со всех международных трибун, включительно и правительство Плохотнюка, и правительство Дадона, тем не менее, они сейчас выступают и говорят о какой-то политической цене, что да, мы готовы были бы что-то дать русским, только лишь бы эта цена упала. То есть одно, когда они были у власти, говорили о том, что мы требуем вывода российских войск с территории Республики Молдова, сейчас, будучи в оппозиции, они готовы заплатить какую-то политическую цену, которую, конечно, они не называют, но это понятно, что. Я хотела спросить, вот на фоне вот этого недовольства, все-таки нетранспарентности, и этот факт есть, и мы не можем от него уйти, какие были переговоры, то нам премьер говорит о том, что имел спин этот мандат, то она говорит, что не имел этот мандат. И вот все эти разговоры, неправильная коммуникация, о которой мы говорили, что правительство неправильно коммуницирует с обществом, правительство не научилось формулировать свои месседжи, которые должно получить общество, вопросы, ответы на те вопросы, которые они ждут от этого правительства. Вот на фоне всего этого и звучат сейчас недовольства и даже призывы отставки вице-премьера Спыну и директора Молдова ГАЗа Вадима Чабана. Вот насколько сейчас в этой ситуации, которая сложилась, уже общество не спрашивает, кто из них прав, кто не виноват, какая там форма. Но есть вот это недовольство, которое рано или поздно все-таки эту проблему поднимет как одну из первых. Требуем голову, Спыну и Чабана. Как вот выйти из этой ситуации? И есть даже призывы на протесты. И даже призывы на протесты, да, но правильно, по-другому. От политических, да. Но буквально секунду я хотел завершить. Греция получила цену, чтобы было понятно, по формуле 80 спот и 20 от корзины. Оборот. Вот 80 спот и 20 от корзины. Вот теперь критики пусть сравнивают нашу формулу 70 от корзины и 30 на спот, которая является очень-очень удачной формулой. Поэтому эту дискуссию, я думаю, мы будем подводить к концу. Уйдет ли в отставку Спыну и Чабан, я думаю, что сейчас не уйдет ни один, ни другой, учитывая напряженную ситуацию вообще с газовой темой. То есть, во-первых, для того, чтобы поменять Чабана на кого-то другого, нужно согласие, опять же, с акционеров, Газпрома и все остальное. Я думаю, что в данном случае это не спасает ситуацию, а насчет коммуникации, конечно, власти есть над чем поработать. И даже сегодняшняя пресс-конференция это доказала. Говорить надо четко, ясно. И тогда 90% тех проблем, о которых говорил Алексей, я думаю, что они бы просто исчезли сами собой. Сказали бы, тарифы не поднялись, это не поднялось в феврале, если и когда произойдет, мы будем компенсировать. То есть, совершенно четко наводить. Нет, но вроде сегодня была неплохая пресс-конференция. Есть проблема с транспарентностью переговоров и подписанием этого договора. Вот в чем проблема. И именно на это реагирует часть экспертного сообщества. Они требуют формулы, потому что они как-то по-своему считают, спину считают, по-своему объясняют и так далее. И тут нету совпадений. Вот надо с этим разобраться и еще раз объяснить людям, вот как формируется эта цена. И что происходит сегодня. Сегодня, по-моему, четко было сказано. В декабре было 450, сейчас 650, тариф не меняется. Он может поменяться в феврале или в конце января, но если цены будут идти вниз и закупочные цены, соответственно, тоже, значит, тариф тоже останется. Еще господин Спынов в своей пресс-конференции попробовал успокоить все эти треволнения в обществе, заявляя, что правительство сейчас рассматривает именно те меры по повышению социальной помощи для оплаты фактуры на следующие месяцы. Ну, посмотрим, откуда возьмутся эти деньги, потому что постоянно держаться именно на компенсациях по фактурам, это достаточно сложно и накладно финансово. И даже та помощь, которую Евросоюз нам предоставил любезно в 60 миллионов, она все-таки когда-нибудь закончится. Еще я бы ждала бы все-таки от этой пресс-конференции, что хотя-то, может быть, и не должен был говорить господин Спынов, но с другой стороны и должен был, он отвечает за инвестиционные проекты включительно. То есть, несмотря на всю эту проблему газовую, можно было, конечно, и говорить о конкретных мерах правительства по стимулированию экономики. Потому что держаться на компенсациях это одно, а стимулировать экономику для того, чтобы иметь возможность повышать пенсии, повышать зарплаты в зависимости от таких проблем, которые появляются. Я думаю, что газовая проблема, она еще продлится не только для Молдовы, но и для Европы. И цены неизвестны, но пока еще непонятно с этим, если бы, если будут расти, если не будут. А если они будут расти, и будут расти и в феврале, и в марте, и это будет, эта цена, то что же делать гражданам Республики Молдова ждать от правительства компенсации. Я думаю, что должны быть разработаны и меры по стимулированию экономики. Но вот сейчас мы плавно переходим на другую тему, которая достаточно важна. Потому что цены на газ это лишь одна из основных карт, которые используются, как всегда, крупными внешнеполитическими акторами в большой геополитической игре. Новый дизайн мировой политической безопасности и новой концепции миропорядка, находящийся сейчас на столе переговоров США, НАТО, Россия, впервые за долгие годы напрямую как-то затрагивают и Республику Молдова. Мы всегда были в пакете, а теперь уже как-то все напрямик. Смогут ли молдавские власти использовать эту ситуацию в пользу интересов страны или опять будем сетовать, что мы настолько микроскопические в этом раскладе и никаких рычагов у нас нет? Продолжение следует... Мы не позволим никому. Мы никому не позволим захлопнуть политику открытых дверей НАТО, которая всегда была центральной в строительстве Альянса. Российский дипломат при этом подчеркнул, что мнимая угроза Украине не является предметом обсуждения. Обвинения в адрес России в подготовке вторжения в Москве не раз называли безосновательными. В американской делегации заявили, что не будут обсуждать судьбу Украины без участия самой Украины. Украинцы... Когда-нибудь придет это время, когда все-таки Молдова сможет где-то заявить о себе и сказать, сформулировать свою позицию. Сейчас то, что происходит и достаточно важные сейчас переговоры, которые будут вестись или ведутся, начались НАТО, США, Российская Федерация и все эксперты, европейские, мировые эксперты, наши местные говорили о том, что это все-таки позиция России, позиция США, это попытка восстановления нового миропорядка, нового дизайна безопасности в Европе. Но вот на первой встрече, которая вчера произошла в Швейцарии, уже было ясно, что позиция Российской Федерации о нерасширении НАТО на восток как-то претерпела пока фиаско. Они не договорились, США сказала, что НАТО никогда не отойдет от своей концепции открытых дверей. Но договорились по другим определенным вопросам. Вот что ждать Молдове от этих решений и что вообще означает вот этот саммит НАТО, США, РФ? Этот саммит, он такой трехголовый, скажем, три составляющие этого саммита. Первый это встреча между руководством внешнеполитических ведомств России и США. Потом завтра будут встречи в таком многостороннем формате в Брусселе в рамках Совета Россия-НАТО. Потом постоянный совет ОБСЕ в Вене будут встречаться, в котором будет участвовать Российская Федерация, будут обсуждать те вопросы, которые подняла Российская Федерация о новых гарантиях безопасности. Новые гарантии безопасности в российском исполнении это не расширение НАТО, об этом уже говорили, не расширение НАТО на восток. То есть Украина не вступает в первую очередь в НАТО, и то есть это должна быть категорическая позиция, на которую должны согласиться другие страны. Ну и сокращение сотрудничества военного в зоне, которую, условно, можно назвать зоной Варшавского договора некогда оно было. Не знаю, насколько это возможно, потому что часть стран бывшего Варшавского договора это уже члены НАТО. Да, поэтому это очень сложно. Почему-то, значит, 2021 год вообще был годом очень напряженных таких отношений между Россией и Западом, и между Россией и США в частности. Это было следствие и выборов США, в которых, по мнению американского эстеблишмента, значит, принимали активное участие определенные силы из Российской Федерации и выступали не на стороне тех, кто победил. Потом были определенные высказывания со стороны избранного американского президента в отношении Путина. Если вы помните, в марте тот назвал его убийцей. Одним словом, по оценке экспертов, это за многие-многие годы, это самый низкий уровень взаимодействия и взаимоотношений между США и Россией. И вот на этом фоне состоялся первый саммит в июне, если помните, между Байденом и Путиным в Женеве, где напряженность в определенном смысле была снята. Потом мы наблюдали концентрацию российских войск на границе с Украиной, что было воспринято и Украиной в первую очередь, и Западом, как подготовка к вторжению. И, естественно, начался новый виток напряженности между Украиной, Россией, Западом, Россией и так далее. Вот эти вот переговоры, так называемые, русские называют их переговорами, американцы называют консультациями и рассматривают их как этап в взаимодействии после этого саммита июньского, потому что там был разработан определенный алгоритм встреч и дискуссий и так далее. Касается это Молдова напрямую почему? Потому что это впервые, может быть, так откровенно и прямолинейно за многие годы. Почему? Потому что инициатива Российской Федерации напоминает нам печальной памяти эпоху разделения зон влияния в Европе. После второй, ну и до Первой мировой войны у Советского Союза был опыт разделения определенных территорий на зоны влияния. Пакт Молотова-Риббентропа, это классический пример. А после войны это результаты Ялтинской конференции, на которой было решено, что кто за что, за какую зону отвечает. И влияние какой страны там должно быть. Вот Молдова, по всей Молдовы, попадает в зону влияния с российской точки зрения Украина, Грузия, Молдова, которые не имеют права взаимодействовать с НАТО, вступать в НАТО, по идее должны быть зоной влияния Российской Федерации. США говорят о том, что нет, мы руководствуем себя принципами открытых дверей, суверенитет и независимость этих государств позволяют им развивать сотрудничество с любыми альянсами, с любыми союзами и так далее. Вот урок Казахстана, я немножко остановился на этом, показывает, что в общем зона влияния Российской Федерации, так называемый русский мир, который институционально выражается через Еврозес, через УДКБ, через СНГ, это некий клуб или совсем не демократические государства, которые готовы, значит, для защиты, значит, своих интересов откликнуться на просьбу ввести войска. И вот в Казахстан были введены войска, и нужно ли это республике Молдова? Так ли мы хотим решать свои проблемы? Так ли мы хотим развивать свое государство? Это большой вопрос. Молдова, в общем, отвечая на ваш вопрос, я завершаю. Заявила о том, куда она идет и что она хочет из себя представлять. Наши стратегические выборы и приоритеты – это европейская модернизация и в идеальном варианте вступление в Европейский Союз. То есть тут совершенно понятно. Поэтому для нас очень важно, что происходит на этих переговорах и чем они закончатся. Потому что мы не хотим, чтобы произошло некое новое разделение сфер влияния, и мы попали бы, сами того не желая, не имея возможности на это повлиять, в зону влияния какой-либо силы. Ну, во всяком случае, России все-таки события в Казахстане позволили укрепиться в этом регионе, отстоять Казахстан, так же, как отстояли Белоруссию. И теперь, плюс еще Казахстан – это очень важный игрок Еврозеса. И параллельно подзабыть украинскую тему. Да, и вот хотела сейчас перейти к этому. И изменения, которые происходят сейчас в Белоруссии при присутствии там, ой, в Белоруссии, в Казахстане, я прошу прощения, при присутствии там ОДКБ, когда якобы произошло там некое подобие террористической акции и желание смены власти, как это заявил господин Такаев. Но там происходит такая чистка людей, всех людей Назарбаева. И, похоже, очень, что некоторых даже находят убитыми генералов спецслужбы, которые были, относились к клану Назарбаева, находят убитыми. Одному сказали, что якобы он застрелился, покончил жизнь самоубийством племянника. Вот Назарбаева объявили, что он один из главных пучистов. И, тем не менее, происходят там чистки именно людей Назарбаева. Россия показала в очередной раз, что вот этот ОДКБ – это не какой-то там не мертворожденный ребенок, а все-таки какая-то мощь есть и возможность реагировать. И они отреагировали достаточно быстро. И это накануне вот саммита США, НАТО, РФ. То есть какие-то мышцы России удалось показать благодаря Казахстану. И еще оттяни чуть-чуть тему, снять напряжение, оттяни тему войны в Украине, которая была вот до событий в Казахстане достаточно острой. И касалась и Республики Молдова, потому что это тут на границах. И у нас есть, тем более, Приднестровье. В Приднестровье мы тоже заметили, что там какое-то было оживление и какие-то мероприятия по тоже сбору военной техники. И вот проблема Приднестровья, конечно, для Молдовы – это и та вот важная карта в этом сейчас таком многоходовой геополитической игры России с НАТО и США. Я бы обратил внимание, что совершенно точно в репортаже было сказано, что стороны обменялись, так сказать, позициями и перенесли все на потом. Это плохо походила на переговоры. Это было с самого начала. Российская Федерация настолько нагнетала эту ситуацию. Если вы помните, посол Рябков, он с самого начала заявлял, что позиция Российской Федерации настолько ясна и категорично прописана, что обсуждать здесь нечего. С таким месседжем на переговоры не идут. Обсуждать всегда есть чего. Поэтому, идя, видимо, с такой очень жесткой позиции, они получили не менее жесткую позицию со стороны США, которая сказала, что, собственно, политика НАТО остается открытой. И все остальное переносится на потом. Но, в любом случае, саммит позволяет, так сказать, сблизить позиции, снять напряжение. Посмотрим, чем закончатся дальше эти события. И вот то, о чем говорил Алексей, трехголовый саммит, чем закончатся. И мы, наверное, еще вернемся к этой теме. Но Рябков и Путин говорили именно о том, и очень часто говорят о том, что и опирается на ту договоренность, которая была дана тогда еще Советскому Союзу, что при Коле, что при объединении Германии, что они будут некими гарантами о непродвижении НАТО на восток. И сожалеют о том, что это было не было никакого подписанного документа. Вот это опирается в своих переговорных позициях Российская Федерация. Теперь мы переходим к нашей рубрике «Блиц». И вот вопрос, сформулированный нашими дорогими телезрителями. Премьер Энерджи, это самый крупный поставщик электроэнергии в Молдове, обратился в Наре с запросом о повышении тарифа на электричество для конечного потребителя с 1,51 лея за киловатт до 2,79 лея. И вот наши телезрители спрашивают, ну как жить? Опять же, мы частично касались в первой части этого вопроса. Ни газ, ни электричество еще не подорожали. Это пункт первый. Может быть в феврале. Вот когда в феврале подорожает, будем говорить. Премьер Энерджи, частный поставщик, и он запрашивает Наре, которая проверяет обоснованность нового тарифа. И третье. Увеличение в два раза не обосновано, на мой взгляд, никак. Даже если, значит, госкомпания и Молдэлектрика повысили тариф в два раза, на что ссылается пример Энерджи, то поставляют они в общем объеме всего 25-30%, остальное поставляет Кучерганская Гресс, и до апреля цена не меняется. Поэтому повышение не может быть. Может быть только на 25%. Теперь мы переходим к нашей традиционной рубрике «Перломет». в которой мы отмечаем наших политиков, произнесших лучшие перлы. Открывает сезон 22-го года и становится чемпионом этой недели экс-премьер Ион Кику с фразой Формула, которая увеличила цену газа до 450 долларов в ноябре, 550 в декабре и 670 в январе, была предложена нашими неграмотными. В отставку неграмотные. Ну что ж, и так в очередной раз Ион Кику, начинающий политик и неудавшийся бухгалтер, во-первых, врет. Цифры вторая и третья вообще не совпадают с тем, что есть. И самое главное, значит... Нет времени. Что? На этом... Мы, к сожалению, уже времени нет. Значит, наша передача подошла так быстро к концу. Таковы были темы наших сегодняшних обсуждений. Мы прощаемся с вами до следующего вторника. Берегите себя, преодолевайте стереотипы и не бойтесь меняться. Редактор субтитров А.Семкин